На часах 11 вечера в Шимкенский Свято-Никольский кафедральный собор съезжаются православные прихожане. Буквально через полчаса начнется праздничная служба в честь Дня Святого Богоявления. Именно в этот день Иисус стал помощником Божьим для служения людям. И вот в сегодняшний день после освящения воды случается такое, что Иордан останавливается и начинает течь в обратную сторону. Какое-то небольшое, непродолжительное время. И чтобы это было заметно, туда кидают цветы. И вот цветы сначала плывут в одну сторону, после освящения, когда патриарх выпускает голубя, они останавливаются в обратную сторону. Хочу всех поздравить, приходите в храмы, ставьте свечи, берите воду, а все остальное Думу Господь даст и помилует. Болит Господь, родители и сокрушения, дожди все. С праздником Богоявления или Крещения связаны давние традиции совершать омовения или купаться в водоемах. В России даже вырубают в скованных людом реках специальные проруби Иордании, в которых совершают купание. В Шимкенте для крещенских купаний уже давно выбрали родники у истоков Кошкараты. Здесь после освящения люди набирают воду, ведь, как утверждают церковнослужители, вода в дни празднования имеет целительные свойства, а затем уже совершают омовение. Регулярно уже 10 лет подряд Ксения Петренко в Крещение приходит окунуться в святой воде. Для женщины это двойной праздник. Именно в Крещение после долгих процедур закаливания организма Ксения избавилась от недуга. Ну и, конечно, вода очищает человека от грехов. Женщина проводит в воде минимум 10 минут. Не боится, ведь рядом скорая и служба ЧАЭС. Сколько вы пробыли в воде? Я не знаю, вы не считали? Минут пять. Минут пять? Вода горячая. Горячая? Ну, это не надо. Умерзли? Абсолютно нет. Что чувствуете? Ой, нырните вам эти ощущения суперские. Купающиеся разделились на два берега. Места пока хватает всем. Ситуацию контролируют честники. Как говорят теологи, именно в ночь Крещения вода становится святой. Человек очищается духовно. Нужно учитывать, что вода холодная. Нужно три раза окануться в воду, перекреститься, ну и, конечно же, долго не задерживаться и сразу выпить горячий чай. Искупаться в целительной воде пришли не только православные. Среди купающих все значительное количество представителей других религий. Многие из них пришли поддержать своих друзей морально. Но после увиденного решили и сами приобщиться к празднику, окунувшись в холодной воде. Здесь мы задействовали, значит, как я вам сказал, 15 спасателей, 3 человека службы медицинской службы и 10 человек местной полицейской службы. Крещенские купания продолжатся еще день. Шудин Сейдов, Ильдар Жунисханов, Камил Сейфулина, информационная служба телекомпании ОТРАР.